Девушки отдыхают С особенными потребностями Они воспитанники вспомогательной школы номер 5 Города Евпатория Вот только местные чиновники Лишили эту школу не только помещения Но и будущего Старинный, но уютный домик недалеко от берега моря Был для этих детей не только школой Но и убежищем Среди большинства своих сверстников Они чаще всего изгои Дети с умственным отставанием А здесь они учились раскрывать собственные таланты Петь, танцевать, рисовать Лучшие специалисты, педагоги и дефектологи Разрабатывали для каждого ребенка Индивидуальную программу обучения И это работало В некоторых случаях даже Учитель имеет право Составить авторскую свою программу Для ребенка Если у него там допустим Несколько заболеваний Очень сложное состояние здоровья Кроме среднего образования В пятой школе дети с особыми потребностями обучались и профессиям Девочки осваивали мастерство швеи А мальчики учились столярному делу Кстати, мастерские были очень хорошие Столярная мастерская в последнее время Пришла в состояние упадка Потому что во все нужно вкладывать деньги Все не может существовать просто так На энтузиазме учителей На энтузиазме родителей Но красивое здание школы оказалось слишком лакомым кусочком И Патерийский горсовет принял Фотальное для ее воспитанников решение Они нашли для школьников Другое помещение Выставили и все Мы куда ни писали, куда ни обращали Все без толку В общем, произошел захват Захватили здание и все За бесценок Им наплевать на этих детей Лишь бы свое Получить и все Это даже не помещение школы Это пристройка к заброшенному бассейну Общеобразовательной школы номер 15 Чтобы усмирить протестующих педагогов и родителей Здесь сделали ремонт Как утверждают в управлении образования Очень хороший И раз, что там птики поломали И все помни, да? Что, да? Отсюда не откроют? Как открываете вы? Они не идут Ну, так не надо меня патруфировать Но ни покрашенные стены Ни новая мебель Не смогли заменить этим детям Их старой школы Ведь в новом помещении Даже не потрудились Сделать нормальное отопление Там лучше было А почему там лучше? Что там тепло было А здесь холодно? Все время холодно Холод страшный Там такая акустика Что говоришь, и тебя не слышно Сидишь взрослый человек У тебя замерзают ноги Тебя говорить не можем Нас трясет всех От холода Больше всех возмущены родители Ведь смена помещения школы Серьезно отразилась На здоровье их детей За плохой освещенности У детей появился Нервный тик на глазах Они стали больше моргать В частности, мой сын Из-за Очень часто стал Больше жаловаться На усталость На головную боль Из-за этого Нам приходится Периодически Пропускать уроки А вот в управлении образования Никаких проблем не видят Мол, вспомогательная школа Потеряла свою актуальность На следующий год Учиться туда Придут всего двое первоклассников Вообще эта школа Как таковая Вообще существовать не может Да, вот если взять По наполняемости Той, которая есть И по тем классам Комплектам, которые есть Не слышат проблем детей И в кабинетах городских властей Созданы достаточно хорошие условия Для того, чтобы Эти детки могли Заниматься в нормальных Комфортных условиях За пятую школу До последнего Сражались депутаты От партии Союз Но чтобы отстоять Интересы детей Не хватило голосов Фракция партии Союз Билась всеми возможными Так сказать Мерами Методами Только чтобы сохранить Пятую школу Как профильную школу Вот по психическим заболеваниям Но, к сожалению Нас в последний момент Предали Нас предали И школу эту Отдали На требования скорой Телевизионной помощи Секретарь горсовета Согласилась Организовать Встречу Городских властей Управления образования Педагогов И родителей Учеников пятой школы С тем Чтобы решить Проблемы детей На этой встрече Обязательно будут присутствовать И депутаты Союза И наша съемочная группа Что подойдет Вифатории Деньги Или все-таки Справедливость Мы расскажем В одной из наших Следующих программ В нашей предыдущей программе Мы рассказывали вам О феномене Падающих деревьев На улице Лермонтово Тогда представители Местного жалкиевского района Пообещали нам Решить проблему В течение Нескольких дней Сегодня мы вернулись На Лермонтово Чтобы проверить Как же чиновники Выполняют свои обязанности Коммунальщиков Стоит похвалить Сработали быстро И эффективно От мертвых деревьев Не осталось и следа Мужчина приехал С этим мотоциклом И там это У него пила Распилил А уже В пятницу Все погрузили Однако в этом дворе По-прежнему Много старых деревьев Все они В аварийном состоянии И угрожают Рухнуть При первом же Сильном ветре Вот сейчас Опилили Чтобы было аккуратно Убирать-то некому Вот оттащила Уже три раза Сейчас еще Четвертый раз Тащу туда Решить эту проблему В ЖАО обещают Но просят подождать Ведь сначала Нужно провести Экспертизу И собрать Целую кипу документов Надо как бы Проводить постоянно Обследование деревьев Которые нуждаются В средстве Уборке И их убирать Когда это плановая работа То тогда не будет Таких психийных случаев Не будет травм Не будет Загромождений Подъездов А мы надеемся Что Киевская ЖАО И в дальнейшем Будет выполнять Свои обязанности Уже без наших подсказок А сегодня все Это была телевизионная Скорая помощь 60 1005 Абонент Союз Звоните И мы приедем К вам Субтитры создавал DimaTorzok